Итак, что по обстановке. Арк-де-Триумф прыгнул в метро, жду R4 и стартует до горы Монсеррат с пересадкой. Дальше, что по обстановке. Если захотите прыгнуть на Каталунии, вернее пересесть с Арк-де-Триумф и прыгнуть на Каталунии, чтобы по прямой доехать уже до Монсеррата, то придется вам выйти и еще раз перепрыгнуть. На Плаза-де-Санс не знаю, но мне кажется на Санс попроще будет. Я что сделал? Вот там вот станция Моторелла, с нее вышел, потому что ветка дальше идет туда, а мне надо туда. И перепрыгнул вот там через забор, потому что там уже на станции контролер. И все, жду следующего поезда и гоню уже до Монсеррат. Ну, тут примерно станции 4-5 проехать, там минут 15-20. ЖД-станция Аэри де Монсеррат, вот здесь фуникулер. Прождал целый час, чтобы проехать 4 станции. Потому что сегодня воскресенье и поезда ходят не так часто. Так что вот гора, вот он я. Начнем восхождение. Я не загуглил информацию, по какому маршруту идти, так посмотрю по карте. Пойдем туда. Так, время без 26, верхушка, гор закрыто. Но я очень долго хотел подняться уже по времени, и сегодня свободный день. Ну и попробуем вот так обойти. Я посмотрел, самый ближайший путь. Есть еще там путь, но это через пару же дистанций. Так, что по обстановке? Внизу вот там стоит полицейская машина и один полицай. Я старался на нее не смотреть. И так, прошел по быренькой. Пока же все удачно. Надеюсь, меня не догонят, и все будет норм. Раскатики грома, да? Но очень хотелось. Очень хочется подняться. Так что идем. Вот там вдали уже затягивает. Здесь пока еще норм. Ну, чуть начинает капать. Пока иду, идется. Если что, будет сильный дождь. Вернусь обратно. Что делать? Машины проезжают. Я думаю, стопорнуть, если... Ну, на крайняк. И довезут. Пока вот шел 10 минут. Две туда проехало, две обратно машины. Убегаем, убегаем от дождя. Иду быстро, потому что шансов попасть под дождь очень много. По карте еще чуть-чуть, и будет точка Молли-де-Олли. Вот ориентир до нее и гоним. Вот они, просторы начинаются. Опасный поворот. Фух, пока поднимаюсь, все норм. Но вот сзади вертолет. И, по идее, разрешен активный туризм. Но вот с завтрашнего дня 100%. Все это не знаю. Бывает такое, что вычисляют на вертолетах, чем ты занимаешься. И могут потом предъявить тебе штраф. Это же Испания. С этой стороны нет ветра, идет вообще легко. Пока что вообще подъем ультрашкольный. Что, идеальная дорога. Такие вот приколы. Вот это уже интересные пошли горы. Как лица людей. Сдали прям реально видно тоже, да? Как будто так тык-тык-тык-тык. Идут лица. Что пишут на настырь до Монсеррата. 1 час 30 минут еще идти. Ну вот знак. Осталось 2 километра. Походу вверх. Ну это так. 2 километра дороги. Сама гора, высота над уровнем моря 1200. С того, что она ультра резкая. Ой-ой-ой. Тут приходится не сладко. Итак, дождь. Что делать в данной ситуации? Жду максимум полчаса. Если он не заканчивается, надо спускаться. И в идеале бы ловить попутку. Эх, такой вот денек. Что по обстановке? Ну вот, мужичок хорошо меня что подбросил. Вот был дождь. Сейчас гоню обратно. Из-за климатических условий придется в другой день подниматься. Такая вот обстановка. Ну вот, долетел за 5 минут до низу. Ситуация на самом деле впервые такая у меня, что чтобы я не поднялся на гору. Причем на ультрамаленькую. Но все из-за погоды. Не всегда все идет по плану. Хотя погода была реально неплохая. И передавали, что сегодня не будет дождя больше. А будет только завтра дождь. Еще такая обстановка, что походу вот эта сторона платформы закрыта. И надо садиться стой. Но я точно не уверен. Но ошибка может стоить лишнего часа времени. Потому что раз в час только ходят поезда. Вот я здесь уже стою минут 40. Ноги мокроватые. Вот чел сейчас только что уехал до Манрессы. И я даже не мог у него спросить. Потому что здесь все говорят по-испански. Только в больших городах говорят по-английски. А здесь чисто испанский. Все верно. Сел. Вот заряд. Кстати, недавно нашел Powerbank. Первый раз сейчас буду заряжать, проверять. В общем, приключений сегодня хватило. Осталось доехать только до Плаза Испании. Сегодня пропустил ужин. Ну ладно. Очень хотелось в горы. Хотелось, получил. Ну что, сегодня попытка номер два. Подняться на Монсеррат. Погода хорошая. Специально подбирал. Время без 25. Начнем восхождение. Я думаю, ну, за часик с копейками доберусь. С той стороны тогда поднимался и пошел дождь. Сегодня с той же и продолжим. Потому что маршрут уже известен. Наверное, есть и с той стороны тоже подъем. Но что-то все время тянет налево. Так что погнали. Потихоньку восходим. Сегодня прям погода хорошая. Плюс 25. Дождя не предвещается. Кстати, вот эти пацаны только что спускались. Минут, наверное, 20 назад. Потому что они полные психи. Прикольный видончик, что сказать. Хорошая погода. Вот полчасика поднимаюсь. Надо бы чутка отдохнуть. Не геройствовать. Раз в полчаса хотя бы пять минут отдыхать. И дальше восходить. Единственное, что воды очень мало. Монастырь де Монсеррат. Идти пешком час тридцать. Проверим, за сколько я дойду. Сейчас время. Пять двадцать. Че это у нас на районе змея вообще? Увеличу, потому что что-то впало до нее подходить. Ну и у нас вот. Она здесь просто причиливает. Ну вот, в прошлый раз мое восхождение закончилось вот на этом месте. Когда пошел лютый ливень. Так что теперь дальнейший путь для меня впервой. В эту поездку к Барсу я экипировался получше. И уже четыре месяца не скидывал информацию ни на какие файлообменники. Ну, только та, которая была на телефоне. Экипировался я как? Купил флешку на 128 гигов. И вот теперь с ней путешествую. Плюс одна на 16, одна на 32. Всегда берите с собой путешествие, несколько флешек и разбивайте информацию. Потому что мало ли что может произойти. И у меня такое бывало, что флешки ломались и информация терялась. Так что в следующей поездке надо экипироваться еще лучше. И брать с собой ноут и экшн-камеру. И все это сразу по факту скидывать и монтировать. Так что блогинг будет еще жестче и активней. Пока что у горы кличка Монси. Вот у нас старый райончик. Не видно из деревьев. Вот Монси. Вот Ков де Колбата. И вот. Дорога разъединяется, походу, на вот этот старый город. И на Монсеррат. Так что гоним сюда и здесь. Здесь шлагбаум. Походу, какое-то время есть, когда он открыт. Ну вот, в принципе, указатели. Все понятно. Достаточно. По сравнению с многими другими местами. Бывает реально, ну, не сориентироваться. Здесь все понятно. Потому что, что ориентированно на туристов. Походу, расчеловка алкогольная начинается. Пит-стоп и конкретное уже восхождение на гору. Когда две таких тропинки, я всегда выбираю самую быструю, самую верхнюю. Вот пацанчик тоже ее выбрал. Оп, сокращеночка закончилась. Поворотик. Все четко. Фух. Кстати, пацаны местные профики. В этом районе примерно снимали скитовые видосы. Ну, а что здесь? Территория закрыта, огорожена. Машины не ездят, только обслуживающий персонал. Я бы тоже как-нибудь сюда пробовал добраться. Но это надо прямо с утра выйти, дойти, чтобы у тебя еще здесь были силы. Но обратно, конечно, жесткий доунхилл. Поэтому желательно кого-то цеплять, чтобы это было сделано не в одну персону. Здесь везде все закрыто вот такой сеточкой. Вот смотришь, например, на этот камень. Когда-нибудь он упадет. Но это все, это сразу смерть. Поэтому меры предосторожности. Камни реально огромные. Они прям когда-то обрушаются. Нормальная тема. Ну вот, жилой райончик. Вот лестница. Восхождение продолжается. Здесь прям серьезнейшая сетка. Потому что все может произойти. Меры предосторожности. Вегетация Монсеррата. Вот здесь непонятно, что. Закрыто, но подлецы пытались взломать. Ну и смотровая хорошая. Отсюда уже вид поприкольней. И вот дорога туда продолжается. Если кто будет путаться. Но тут сложно запутаться, потому что все закрыто. И сеточка вот спасает. От камней. Ну реально смотришь, страшно. Ну вот табличка. До Монсеррата. 95 минут. Тире 6 километров. Я уже иду от таблички, где было написано час 30-40 минут. Так что походу этих пацанов не наколоть. По части туриста. Туризма, они активные. Вот вроде по указателям все понятно. Сейчас чуть пройдемся. И дорога заканчивается. Буквально вот здесь чуть-чуть пройти. И все, я думал. Ну вверх-то нет дороги, да? Тоже чуть прошел. Здесь как будто русло реки пересохшее. И дорога идет вниз. Но других вариантов нет. Попробуем. Я думал, ну где-то обойти можно. Ты смотришь, но нигде не обойти. Вообще не понимаю. Ну пойдем. Пойдем так. Ну вроде все верно. Это она, тропа. Вот по кромке идет. Я думал просто весь подъем будет такой чистенький. Ну вот начинается классический туризм. Уже без дороги просто тропа. Так, к слову, если оступишься, все, тебе слота. Идем аккуратно. Подъем ультрамедленный. Потому что гора просто отвесная. Из-за этого много-много прям обходить приходится. А тут реально, то есть, 300 метров и все. И ты наверху. Но по идее еще и идти километров 5. И вот 2 часа уже ровно поднимаюсь. Недавно прошел указатель. Где еще час 15 написано. Ну я уже, наверное, может 15 минут и прошел. И в общем еще час. Очень плавный подъем. Типа через всю гору туда, обратно, туда, обратно. И потихоньку, потихоньку ты поднимаешься наверх. Но поход для таких ленивых сделан фуникулер. Но он сейчас не функционирует. Чтобы не тратить 2 часа, как я. И еще час тратить. Фух, тяжкий маршрут. А с виду, кажется, вообще простая гора. Тут везде, кстати, вот такие отметки. Белая и красная. Так что, кто будет, захватите синий цвет. И все будет четко. Можно будет поугарать. Медленно, но поднимаюсь. Вот обычная дорога. Вот сокращеночка. Так что, двигаюсь по сокращеночкам. И вот здесь поворотик уже вовнутрь. Тоже начало немножко задувать. Уже время 7. Чуть похолоднее стало. Но я пока еще в шортах и в майке. Потому что, когда идешь, идет вентиляция. Нормальная. Пока я вот поднимался, уже видел двое спортсменов, которые пробегали вверх. Сначала один, потом второй. Все на спорте. Типа рюкзак ультралегкий. Там в нем вода. И все. Что у нас тут громоотвод? Фу. Ну и маршрутик. Вот там вот. ЖД-станция Монсеррат. И фуникулер. Идущий туда. Значит, мне немножко осталось. Походу, надо было с правой стороны подниматься. Потому что, ну я не знаю, честно, я не смотрел видео. Здесь люди тоже поднимались. Вот оттуда путь начался. Так, так, так. Через все. Змейкой, змейкой. И вот здесь оказался я через два с копейками часа. Вот тут два разделения. Монастырь до Монсеррат. И в эту сторону. В эту, короче. Надо было, значит, идти по этому маршруту. В следующий раз, походу, всем на будущее. Идете от ЖД-станции направо. Так, короче. Ну, уже просторы хороши. То есть, я уже выше маленьких гор Монсеррат. Что, мне кажется, высота тысяча метров. Вон там замок чуть дальше. И здесь горы прям такие плотные. Плотный камень. Ну, вот строение. Прохожу. Наверное, выше можно будет посмотреть, что это за штука. Ну, все застеклено. Живут, значит, люди. Монахи, наверное. Походу, музей. И начинается вот эта вот монастырская движуха. Но... Монсеррат туда. А это Сабаделя самолет. Все движухи уже знаю на районе. Что где ближе к монастырю, там и больше приколов начинается. Походу, пацан полетел просто на легком. Камни мощь. Ну, что ты все, пацанчик. Движуха и вот фуникулер. Реально. Экономия трехчасовая подъема. Оп. И ты богач. Вон фуникулер, но он вроде не работает. Главное, главное, это вода. Так-то нормально растительности. Вон там еще не видно, наверное, но и домик тоже. Фух. Ну вот, до монастыря 10 минут написано. Вот, кстати, поезд стоит. Возможно, что-то да и работает. И вот, табло есть, никого внутри нет. Арк, все дела. Время 19.44. Надо быстрее заканчивать подъем и спускаться, потому что спуск, походу, еще два часа минимум. Реально. Даже можно до Барселоны доехать. Ну все, тут жесткие движухи. Ток-туристов почти нет. Смотровые, все дела. Двигаемся наверх. Тут цивильно. Это на самом деле самая цивильная гора из тех, что я бывал. Потому что она реально находится далеко и здесь сделано все чистенько. Рестораны, схема. Прям удивлен чистотой. Тем место и не нравится сильно, то, что оно слишком такое цивилизованное. Хочется увидеть первозданный вид. Но у вас здоровая парковка, вон там смотровая еще. Надо быстрее оглядываться, потому что времени мало. Начинает холодать. Ну и так, тут местные приколы. Ход музыкант на районе. Это он, походу, первый поднялся или город так назвал. Ну вот, идешь и куча всяких икон. Как какое-то кладбище. Не особо приятно. Даже непонятно. Та смотровая – это предел? Или все-таки как-то можно подняться до самого верха? Там вроде дорога и уже вниз. Это вверх, а это вниз. Ну что тут у нас? Коммерция. Не особо процветает, правда. Из-за коронавирусной инфекции. Такое прикольное место. Что у нас по ведончику здесь? Здесь хоть колонна защищает вот это, и меньше дует. You can do it. Вот ведончик, походу, максимальный на сегодня. Ну что, фото-видео сделано. С пиком так ничего не понятно. Потом прочитаю в интернете, можно ли вообще до тут добраться. До самого верха. Ну, дом есть там. Можно добраться. Ну, надо было подготавливаться лучше. Но сегодня это предел. Да, прикольно. Прикольно. Разок сгонять того стоит. Так что сейчас время 8.20. Начинаем спуск по вот этой дороге. Поднимался по той. Вот это вроде короче. И здесь все приезжают, ставят машины. Чилят и уезжают. Честно, не смотрел карту. Ну, как-нибудь доберусь, что. Внизу цивилизация. Я думаю, в худшем случае за 2 часа. Но надеюсь на попутку. Потому что вон дорога, люди поднимаются. И, скорее всего, дойду до следующей станции, которая и дальше. Но думаю, сэкономить время. Потому что дорога есть. Есть машины. А с той стороны такого не было. Ну и всю обстановку сразу зачекать. И посмотреть гору с другой стороны. Ака монастырь. Может, сейчас ЖД-дорога и функционирует. Но я не слышал вот здесь сколько. Полчаса наверху находился. Чтобы хоть один поезд спустился. Мне кажется, сейчас нерентабельно. Нет туристов. Так чисто на машинах приезжают люди. А таких, как я, кто пришел и спустился. Это единицы. В основном спортсмены. И так энтузиасты. Мне кажется, в день не больше 10 человек. Что невыгодно. Государству пока что нет туристов. Потому что границы закрыты. Откроют с понедельника. И приедут джевры типочки. Все ультра солидно. Я реально ни разу такого не видел. Все чисто. И чувствуется жесткая коммерция. Ну вот Манистрон. Наверное, это моя ЖД-станция. Барселона 46. Манресса 23 километра. Вот 7 километров вниз. Сзади едет машина. Попробуем словить попуточку. Но. Испанцы они такие. Не любят особо. Помогать. Вялые. Тупят. Ну, шанс есть. Попробовать. Подниматься по будням. И больше машин. Больше чего здесь открыто. И главное для меня. Больше ходит поездов. Потому что так ходит один в час. А что может поднимать пацаны? Пацаны тормознули. Но сказали, что они здесь живут. И здесь остановились. Чем ниже, тем теплее. И всегда дорога назад намного быстрее. Ну вот магистраль де Монсеррат. 42 минуты. Это уже радует. Вот уже цивилизация появляется. Заброшка затеганная. Прикольно. Можно и остаться. Может кто и подвезет. Не-е-ет. Я же говорил, это вялые испанцы. Не-не. Ну тут чуть-чуть розетта расчищено. Мне кажется, кто-нибудь докатался здесь точно из хейтеров. Фух. Главное знать всю обстановку. Ну-ка. Зачекали. Можно гнать дальше. Оп. Контейнер стоит. Может что и будет устанавливать. Сан-Бенит де Монсеррат. Вот, судя по указателю, я на 1,6 километра уже спустился. Да. Это чисто трасса. Погнали. Вот мужичок подхватил меня. Все. Теперь въедем до ЖД-станции. Задача упростилась. Думаю, сейчас за минут 5-10 доедем. И сэкономлю полчаса своего времени и сил. Так что наслаждаемся поездкой. И видочком. Единственное, не нравится, что когда он подвозит, уже второй раз просит надеть маску. Ну, все боятся. Так что вот спустился. И мужичок меня довез прям до ЖД-станции. Монестероль де Монсеррат. Так что я вот реально сэкономил. Ну, просто 7 минут, бам, ты внизу. А так бы я спускался минимум полчаса. Вообще благодарен. Теперь дело за малым прыгнуть и гнать барсу. Здесь хотя бы есть табло. Будет ждать еще 40 минут. Так что таким было восхождение. Но недоволен тем, что на самый пик не поднялся. Моя оценочка из 10 баллов. Ну, это чисто по горам. Поставил бы семерик. В принципе, неплохая. Вот сходил с той стороны. Спустился с этой стороны.